Ирина Александрович, вам слава. Спасибо большое. Я в первую очередь хочу выразить благодарность Министерству обороны, Российской Федерации, личному министру обороны и генералу армии Сергею Кургетовичу Шайгу за приглашение и за прекрасную организацию этой конференции, за прекрасные условия работы. Диалог, взаимодействие военных ведомств и есть тот механизм, посредством которого должно происходить сдерживание, эскалации и провокации, пока внешне политические ведомства и главы государств проводят переговоры по поиску компромиссов по сути проблемы. Абсолютное большинство существующих сегодня конфликтов, на мой взгляд, невозможно решить с помощью оружия. Конечно, возможно посредством эскалации катализировать переговорные процессы, но впоследствии такой катализации в основном трудно просчитываемы или не просчитываемы в принципе. Такие военные действия в любом случае завершаются мирными переговорами, компромиссами, соглашениями о прекращении огня. И в результате получается, что весь ужас войны и жестокостью в 21 веке, который по праву можно считать веком прогресса и прорывных научных побед человечества, служит лишь тому, чтобы смягчить переговорные позиции сторон, то есть сделать нас, лиц, ответственных за принятие решений, более адекватными и прежнем мыслищими. Применение силы не может являться путем решения конфликтов. Чересчур высока цена, чересчур много ресурсов потом требуется на восстановление, чересчур много человеческих судеб оказывается в заложниках истории. Более того, сама форма ведения боевых действий и влияние на мирное население, на простых граждан находится в полном противоречии с концепциями международного гуманитарного права и социального развития. В 21 веке на принцип неприменения силы или угрозы применения силы должен быть сделан основной акцент, и на этом должны быть сконцентрированы усилия международного сообщества. К сожалению, все чаще и чаще наблюдается клаус-витцевская формула рассмотрения войны как одного из инструментов политики, ее естественного продолжения. Думаю, именно военные, хорошо понимающие и знающие войну, ее последствия и цену, должны вернуть в понимание того, что война не может быть естественным продолжением чего-либо. История дана человечеству для созидания, для развития, а не войн и противоборств. В наши дни такое впечатление, что вооруженные конфликты – это норма жизни, прерываемая короткими и неестественными промежутками мира. В эти дни мы много говорили и гейм о регионах. Но именно глубокая трансформация самого понятия регионы и есть основная проблема современной безопасности. То географическое образование, что вчера почти аксиоматично считалось регионом, сегодня является частью целого ряда других новых, неизвестных ранее регионов. Происходит глобализация негосударственных акторов, которые начинают сами формировать новые регионы на карте мира, регионы влияния террористических, групп и центровых силы, регионы более доступного рекруйтинга для пополнения рядов ИГИЛ, регионы облегченного распространения пропаганды ненависти, языковые, этнические, религиозные, идеологические регионы, зачастую постирающиеся далеко за границей своих политических карт. Регионы нищеты против регионов благосостояния, регионы, откуда исходят беженцы и регионы, куда они приходят жить, регионы, где требуются программы развития, где иногда попросту не хватает питьевой воды, и регионы, борющиеся за большее огонь иностранных инвестиций, регионы войны и регионы мира, регионы, где молодежь мечтает о месте десятки лучших вузов мира, и регионы, где преобладает тотальная безграмотность, регионы, где оружие на аркотике человеческий трафикинг сильнее государственных границ и таможен, и регионы, где эти проблемы кажутся сюжетами далеких и не имеющих отношения к реальности триллеров. Регионы свободы слова и мыслей, и регионы, где народ может просто требовать на митинге от своего правительства восстановить смертный указ. Как бы ни были, разнообразны все эти классификации регионов, истина проста. Безопасность зависит от полноценного понимания трендов такой регионализации и учета местной специфики при построении системы контроля. Нет одного рецепта, подходящего всем, но есть очевидная реальность. Только на основе последовательного и неделимого подхода верховенского принципов, отвержения любых проявлений избирательности, двойных стандартов, отказа от построения своего благосостояния на страданиях других, можно достичь долгосрочного и эффективного результата. Деление на регионы в наши дни стало основанным на конкретно решаемые задачи. Жизнь уводит нас от географической регионализации, а мы постоянно пытаемся вернуться к ней. Нам, как кажется, удобнее, привычнее. Регионализация 21 века – это регионализация на основе существующих проблем и путей их решения. Можно сказать, целевая регионализация, то есть одна и та же страна может одновременно находиться в разных, иногда кажущихся несопоставимыми регионах в зависимости от решаемой задачи. В этом контексте особое значение приобретает взаимодействие военных ведомств. Требуется больше обмена информации, наличие прямых линий коммуникации, особенно при напряженных ситуациях, умение держать слово, вопрос построения взаимного доверия, уровень взаимопонимания, регулярные обмены, стажировки и взаимодействия военных представителей, жесткое соблюдение правил и норм международного гуманитарного права. И самое главное, уважение к партнерам. И чем крупнее партнер, чем больше зависит от его шагов, действий, политики, тем глубже должно быть понимание недопустимости попыток переиграть друг друга на остроте слов, на сиюминутных раскладов. Чем крупнее игрок международного и регионального масштаба, тем четче должны быть просчитаны последствия от его любого действия, провоцирующего противодействия. Понимание того, что мы взаимодействуем не на сегодня, а на долгосрочную перспективу, это основа основы эффективного международного диалога, а существующие вызовы и угрозы просто диктуют это. Это неполный перечень задач районного взаимодействия в условиях постоянно меняющейся безопасностной среды и динамической трансформации регионов. При этом спираль насилия и мести, попыток наскоком решить существующие проблемы, тянет нас вниз, день за днем увлекая наши регионы в пучину хаоса. Как стало очевидно, на примере того же Ближнего Востока требуются дни, чтобы превратить скажущиеся стабильными регионы в поле боя, смерти, разрухи, спровоцировать волны беженцев и легитимизировать насилие. И еще далеко непонятно, как мы будем вести работу над ошибками, которая должна будет позволить народу этого региона вернуться к мирному созданию. В романе «Слепота» великого португальского писателя нобелевского лауреата в области литературы Жозе Сарамадо описывается феномен раскучивания спирали социальной безответственности и эгоцентричности в попытке выжить в условиях динамично меняющихся социальных реалий. У меня впечатление, что все мы, как страны, как народы, как индивиды, ответственные за принятие решений медленно, но верно движемся вниз по Сарамадовской спирали деградации наших безопасностных систем. Мы перевели стрелки ответственности с себя, людей, принимающих решения, на типы вооружений, которыми мы обладаем. Можно и нельзя в парадигме принятия безопасностных решений все чаще подменяется понятие «могу», «не могу», «имею» или «не имею» соответствующие технические возможности и средства. Чем дальше мы уходим от исторического момента завершения периода двух тотальных мировых войн XX века, тем притупленнее наше восприятие социальной ответственности, основанной на системе принципов и ценностей, а не военного потенциала наших профитарств. Еще раз благодаря наших гостеприимных хозяев за прекрасную организацию этой конференции, хочу выразить уверенность, что подобного рода обсуждения, встречи, дискуссии являются важнейшим фактором в построении взаимного доверия, понимания и уважения столь необходимых для поддержания мира и безопасности. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ